Добрый вечер всем. Сегодня у нас вебинар, посвященный веб-серверу Nginx, который мы рассматриваем на курсе веб-мастер. Есть у нас такой курс. Поскольку у нас веб-серверы, как правило, нужны чуть ли не на всех курсах, то нам приходится их рассматривать. Но рассматриваем мы на всех курсах ровно столько, сколько нам нужно для этого. По чуть-чуть. А курс как раз веб-мастеринг, он для того, чтобы полноценно рассмотреть именно непосредственно настройку веб-серверов, для того, чтобы человек мог его поставить себе локально, настроить под свои нужды, как он хочет, как у него будет рабочий веб-сервер стоять. То есть независимо от чего там будет вертеться, PHP какой-нибудь или что-либо еще сверху. Вот. Соответственно, сегодня у нас разговор об Nginx. Мы о нем там говорим тоже на этом курсе в конце. Хотя основная часть курса посвящена веб-серверу Apache. Поэтому, в принципе, скорее всего, многие из тех, кто меня сейчас слышат и смотрят, щупали как минимум тот же веб-сервер Apache. Вряд ли кто-то есть из вас, кто вообще ничего не щупал, не смотрел, не делал. Вот. Поэтому несколько слов там на самом деле он несложный, несложный. Чего-то? Ну, это в 30 минут. Нет, у меня все идет, он идет. Ну, это в 30 минут я еще что-то не включил. Да, я знаю. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Итак, у нас Org. Engines.org. Вот он, где находится. Кратенько, да? Поскольку веб-сервер был задуман нашим соотечественникам Игорем Сысоевым, то здесь страничка не только на английском есть, но и, соответственно, как видите, на русском. Да. Ну, опять же, несколько слов. Несколько слов о том, зачем был придуман Nginx в то время, когда вовсю везде использовался Apache, ну и до сих пор используется, да? вот, дело в том, что чего? Раз, раз. Раз, раз. Окей. Так, поскольку тут меня не услышали, был небольшой сбой, как оказалось, тогда заново, чуть-чуть, буквально, да? Итак, Nginx, который, который, как я уже сказал, нашим соотечественникам Игорем Сысоевым, был написан зачем? Дело в том, что у многих старых платформ, технологий и программ, коим и принадлежит Apache, есть один недостаток. Недостаток в том, не в том, что их писали плохие программисты, а в том, что они просто старые. То есть, когда-то понятно, что Apache был написан тогда, когда не было такого количества сайтов, не было такой нагрузки, да? Вот. И когда все это появилось, то понятно, что по сравнению, например, с тем же самым Nginx, на данный момент Apache, он не шибко поворотливый, скажем так, медленноват. Вот. Поэтому, в принципе, вот, Сысоев, он и написал Nginx, в смысле веб-сервер, в котором был бы самый минимум необходимый, который нужен без каких-то там дополнительных плюшек, которыми просто обвешана патч. Вот. Сам Nginx, на самом деле, опять же, ставится достаточно просто. Это здесь понятно, мы сейчас ведем разговаривание про Windows операционную систему, банальный zip-архив, который распаковывается, распаковывается, вот он, да, сейчас чуть-чуть переименую, уберу версии, то есть, вот у меня папочка, папочка Nginx, заходим сюда, посмотрите, да, те, кто видел Apache, чистенько, пустенько, ничего лишнего, и сам Nginx здесь, как видите, висит, здесь, как видите, находится. Вот мы его распаковали, ничего не делаем, что делать надо, можно, теперь можно его, в принципе, запустить, так, открываем, черное окно командной строки, это у меня серое, давайте, чуть-чуть, побольше сделаю шрифтик, чтобы было повиднее, да, вот так вот, мы здесь Nginx запустили, здесь у меня выскочил, на всякий случай выскочит этот самый BrandMower Windows, разрешаем, конечно же, доступ, вот он, да, все, да, набираем сакральный localhost, заходим welcome to engineering, все, причем, обратите внимание, обратите внимание, мы можем спокойно сделать что, теперь, у нас нет необходимости, чтобы вот это вот окошко висело постоянно, взяли его, закрыли, ничего не случилось, как работает, так и работает, таким образом, можно даже о нем забыть, вопрос, если мне его нужно все-таки остановить, что делать, надо просто, что делать, надо просто открыть, опять же, командную строчечку, все время не там открывается, вот, и опять же, написать Nginx и передать ему то, что здесь называется в терминологии Nginx, называется сигнал, с помощью вот такого параметра минус S, чтобы его остановить, собственно, есть два ровно сигнала, стоп и квит, да, чем они отличаются, стоп, это быстрая остановка, то есть обрубается все сразу, ба-бам, нажимаю стоп, все, до свидания, как видите, сервер остановлен, сервер остановлен, вот, в реальной жизни, при рабочем, в рабочем состоянии, лучше, конечно же, использовать не стоп, а квит, который делает плавное завершение работы, то есть, что это означает, он перестает принимать новые соединения, но продолжает обрабатывать те, которые уже установлены, то есть, те, кто установил соединения, получат свои ответы, а новые уже все, как в магазине, когда в 10 часов там вечера закрылся, а там еще люди есть, новых не пускают, а старых еще обслуживают и выпускают, вот и все, да, все, да, конечно, я, да, я на Windows системе, я вам объяснял, я показываю, потому что у меня курс на Windows системе, потому что на курсы, на мои приходят люди, которые пользуются Windows операционной системой, ну, в последнее время иногда попадаются пользователи маков, что еще хуже, потому что они, а? почему хуже? потому что они вообще их не знают, потому что те, кто пришел с маком, он его купил зачем-то, потому что модно и красиво, вот, а о том, что там все покупают, а то, что внутри, куда там что сохраняется, где там находится вообще, что там вообще находится, я говорю про то, кто приходит ко мне, я не говорю про тех, кто пользует, я говорю про тех, кто приходит ко мне на курсы, нюанс, вот, соответственно, кастоп, квит, квит, лучше, поскольку плавное завершение, да, ну, я опять его, собственно говоря, запущу, так вот, теперь, основная конфигурация данного сервера, веб-сервера, производится с помощью конфигурационного файла, который, как ни удивительно, лежит там, где у Apache, папочки conf, и файл называется, как и у Apache, только у Apache называется head.tpd.conf, а здесь он называется как nginx.conf, все один в один, правильно, зачем, зачем изобретать, зачем изобретать что-то, то, что уже изобретено, правильно, да, вот, соответственно, да, вот так он выглядит, те, кто знаком с веб-сервером Apache, кто знаком с веб-сервером обратят внимание, то есть, на что обратить внимание, что вся конфигурация состоит из директив и комментариев, комментарии здесь однострочные, такие же, как веб-сервер Apache, начинаются с символа решетки и продолжаются до конца строки, раз, нормальные исполняемые директивы делятся на два типа, однострочные и блочные, скажем так, однострочные директивы, опять же, обратите внимание, как и в сервере Apache, указываются следующим образом, идет имя директивы, пробел и ее значение, директива, пробел и значение, директива, пробел и значение, если значение несколько, они все через пробелы, то есть все пробельные символы, ровно одно отличие от сервера Apache, здесь все директивы заканчиваются точкой запятой, привет программисты, вот, то есть здесь, о чем это говорит, это говорит о том, что в отличие от Apache, однострочную директиву можно разносить на несколько строк для удобства, не забывайте точку запятой, это самое главное, как и программирование чаще всего забывают здесь, это раз. Блочные директивы, блочные директивы слегка отличаются от апачевских, там они похожи на HTML теги, здесь, как видите, формат блочной директивы следующего плана, сама директива, сама директива, у нее может быть какой-то параметр, и сам блок, это указывается в фигурных скобках, фигурная скобка открывается, фигурная скобка закрывается, все, что внутри, опять же, находятся какие-то там однострочные директивы, блочные директивы, и так далее, да, вот, это относится как бы к этой песочнице, да, вот таким образом. Что касается самих директив, друзья мои, то, опять же, те, кто знаком с веб-сервером Apache, увидят, что многие из них называются точно так же, или чуть-чуть слегка по-другому, ну, например, директива listen, как в Apache, да, указывает на то, какой слушать форт, правильно, да, директива серверный, указывает на то, какое значение должно прийти в заголовки host, да, от клиента, у Apache она точно так же называется, соответственно, виртуальный хост здесь задается директивой сервера, в отличие от Apache, если вы помните, у Apache задается директивой virtual host, здесь задается директивой сервер, то есть, вот он, сервер, сервер, и все, что внутри здесь, вот этой блочной директивы, относится к данному виртуальному указку, соответственно, внутри мы видим, что здесь указано слушать 80-й порт, к этому серверу, да, обращение, что в хост заголовки от браузера должен прийти, соответственно, строка localhost, localhost, здесь, обратите внимание, знакомая, например, директива error page рассказывает, как реагировать реагировать на статусы, если возникают, например, да, то есть, если возникла ошибка, и надо, и сервер готовится отдать статус, ну, в нашем случае здесь написано, например, 502, 503, 504, что надо сделать? Надо вернуть вот эту страницу, да, например, вот с таким именем, названием, да, вот, ну, а главное, что, надо знать веб-серверу, когда придет запрос на localhost по порту 80, то вопрос, а куда ему идти? Где та самая папка корневая? это дело указывается директивой location, то есть, вот оно, location, слэш, да, когда идет обращение, то есть, идет localhost по 80 порту, потом слэш, и все, что угодно после слэша, естественно, директива root указывает на папку, в которой и находится, да, корневая папка данного сервера. В нашем случае папочка является HTML под названием, и если мы посмотрим сюда, в папку Ingenix, то мы ее увидим, вот она, эта папочка HTML, а вот он индекс HTML, который мы видели, это аналог папки у кого такое? Да, по идее когда пишутся в хвосты, они прописывают все в сайт HTML и Apache если они начинают. У Apache умолчательная папка называется htdocs. Ну, да, она пишет что htdocs. Но когда парни тесты разворачиваются, что угодно. Причем тут? Это вы не о том чуть-чуть говорите, это там, где вы конфигурацию храните. Я не про конфигурацию говорю, а где сайт сам. Папка сайт. Куда заходить, откуда файл отобрать? Где ждем? Конечно, конечно, я говорю по умолчанию, когда сервер тот или иной разворачиваем, здесь что-то умолчательное. У Apache известная всем папка называется htdocs. Здесь это называется html. Вот она. Вот она. Соответственно, обратите внимание, что здесь Nginx понимает относительные пути, собственно говоря, относительные пути он отчитывает от того пути, откуда он запущен, так сказать, да? То есть, поскольку я его запускал, а я уже закрыл эту папку, я его запускал из вот этого пути, вот этого пути я его запустил, то есть, вот он, вот у меня путь, вот у меня путь, соответственно, от этого, вот эта вот папка html, да, то есть, где она находится, соответственно, она для него находится вот здесь, для него она находится здесь. Если бы я его запустил, не знаю, там вот такого пути, тогда бы он искал, собственно говоря, там предполагу, да? Вот, ну а вот это вот тоже достаточно понятная директива, индекс в Apache, она называется чуть-чуть длиннее, да? В Apache она называется как? Directory Index. То есть, это как раз директива, которая говорит о чем? О чем она говорит? Директор индекс на файл. А? Правильно. Какой файл по умолчанию? Если файл не указан при запросе, а мы его при запросе не указывали, то, соответственно, нет. Вот, то тогда он смотрит сюда. Здесь хороший издалека вопрос задают. Про проксирование трафика что-нибудь будет интересное? Конечно, друзья мои, не будут, не будет. Этот семинар, он же вебинар, носит рекламный характер для курса веб-мастерин, где как раз вот эти вопросы и рассматриваются. Вот. Вот таким образом. То есть, если я, ну, мы сейчас на ходу посмотрим, да, предположим, смотрите, какая ситуация, я решил, например, вот, я решил сделать еще два виртуальных сек у себя, например, да. Для этих целей у меня здесь даже есть, обратите внимание, папочка я заготовил, у меня есть папочка, вот она, CITES, CITES, в CITESах есть две папочки, MySiteLocal с папочкой VIVI и, соответственно, MySupersiteLocal тоже с папочкой, например, VIVI. Где-то там, да, предположим. Вот. Исходя из этого, исходя из этого, если я хочу сделать еще несколько виртуальных хостов, то я здесь же, вот, ну, я здесь вот так быстренько опишу, да, я сооружаю блок сервер, естественно, прописывая у них listen, только у одного из них будет MySite.local, да, а у другого будет, например, SuperMySite.local, да, вот, и самое главное определить location, где они находятся. Вот так вот, вот у меня location. Опять же, когда я обращусь по MySite.local порт 80, куда идти? поскольку у меня сервер запущен здесь, то это у нас будет этажом выше, да, там у нас, соответственно, сайт S, там у нас MySite.local, а в нем у меня www, по-моему, да, насколько я понимаю, вот таким образом, ну, и индекс HTML у меня там тоже есть, да. теперь обратите внимание, самая фича, обратите внимание, те, кто работал с Apache, вы помните, что каждый раз, когда мы вносим изменения в главный конфигурационный файл, нужно перезапускать этот самый Apache, потому что он и не читает на старт, да. Здесь, друзья мои, ничего не надо, ничего не надо перезапускать, почему? Потому что мы вызываем тот же самый Nginx, посылаем ему сигнал, который называется, называется очень просто, он так и называется Reload, то есть перезагрузи, перезачитай конфигурационный файл, то есть сам сервер не перегружается, ничего с ним не происходит, вот, а он плавно, спокойно перезачитывает этот файл, и ничего не надо делать. В случае Reload, если он перечипывает конфиг, если там допущена ошибка, он воспользуется старым конфигом? Абсолютно, да, нет, не упадет, все продумано, вот еще, хорошо, там-то весь сервер у Apache перезапускается, да, раз он огнулся, и мы так, а здесь что-то и дело, он просто старый еще, в конфиге ошибка. Вот, соответственно, берем, берем, перезачитал, по идее, да, пробуем теперь, пробуем, пробуем к нему, это наш по-прежнему товарищ, так, а мы попробуем HTTP MySiteLocal обратиться, и вот, пожалуйста, как видите, я заранее, конечно, создал там поищу, вот оно там, ну, опять же, не забудьте, что я MySiteLocal так смело прописал, потому что он у меня прописан в хосте, Павел, хост, который тоже заранее прописал, оно, волшебства не бывает, понятно, да, вот, волшебства не бывает, то есть, вы видите, как, тут ситуация, да, ситуация такова, что, опять же, если я сейчас решил, да, у меня там же еще один сайт есть, да, говорю, а давайте я еще один виртуальный хост сделаю, да, ну, давайте сделаем еще один виртуальный хост, вот я банально откопировал, это мой, значит, супер, как он называется, нам посмотреть, My, а, MySupersite, My, MySupersite, он у меня тоже везде, где нам прописан, MySupersite, здесь тоже, MySupersite, здесь написал, нужное показал, все, что нам нужно, вот, теперь, опять же, сохранил, не забыл, открываем, командную строчечку, Reload, идем сюда, пробуем, MySupersite, MySupersite, и, пожалуйста, попадаем на, куда? MySupersite, вуаля, все легко, быстро, непринужденно, замечательно, никаких проблем, с этой стороны, да, вот, ну, на самом деле, я еще раз говорю, да, в принципе, конфигурация у, с точки зрения тех, опять же, кто знаком с конфигурированием Apache, здесь очень многое, сейчас говорю, то же самое, ну, опять же, да, у Apache, вот эта директива Apache называется документ.ru, да, здесь она называется.ru, это называется directory index, здесь индекс, это так и называется listen, это так и называется server name, да, вот, соответственно, это у нас фактически то же самое, там у нас там у нас да, тоже, error document, там error document, здесь называется error page, все фактически идет, все по аналогии, все по аналогии, одинаково, но здесь очень интересная ситуация, на которую надо обратить внимание, то есть, как видите, здесь все достаточно просто, развернули, поставили, вот буквально две минуты, пять, ну ладно, так, пятна, сделали, да, все запустили. Тут главное понять идеологию этого сервера. Если вы помните, опять же, я провожу, все, продолжаю проводить параллели с Apache, вот поскольку на нем большинство всего и всея крутится, соответственно, у Apache ситуация какая, там создается виртуальный хост, да, причем в этом виртуальном хосте очень четко указывается вот эти параметры, кто куда пошел, правильно? Вопрос, как осуществлять дальше в Apache маршрутилизацию, да, что будет, если человек кто-то набрал, что человек кто-то набрал, да, для этого у Apache есть старый добрый модуль, да, который называется rewrite, мод rewrite, с помощью которого там начинается уже описание и так далее. У Ingenix, но у него тоже rewrite есть, у Ingenix чуть-чуть другая идеология, у него routing, routing определяется прямо вот здесь, вот прямо в виртуальной папке, да, то есть он сразу же смотрит, что обрабатывает, да, то есть в отличие от Apache, который сначала всегда заходит в папку, вот мы его определили, вот этот адрес, ты сначала в папку, а там уже внутри папки мы начинаем разруливать чего куда с помощью того же mod rewrite, например, да, ну или опять же дополнительных редиректов, да, даже не в этом мод rewrite, даже стандартные встроенные директивы редиректа, то есть он сначала зашел в папку, потом определяет, здесь делается это до того, это как раз делается, вот это определение маршрутов, оно определяется именно здесь, именно здесь, каким образом, да, каким образом, смотрите, ну давайте на примере, на примере, этого дела, на примере этого дела, смотрите, какая штуковина, у, вообще, вообще у Apache, у него есть, ой, Apache, извините, Nginx, у него есть очень хорошая вещь, быстрая, очень быстрая вещь, когда нужно отдать какой-то статус, быстро, очень, очень быстро, да, вот смотрите, если я сейчас, если я хочу, чтобы при обращении сюда, предположим, да, человек получил какой-то статус, любой, например, 403, я напишу вот так, все, отдай 403, он, соответственно, отдаст стандартный файл, ошибок, черным-белым фонем, да, если мы их отдельно не определим, если мы хотим свои кастом-ошибки подсунуть, мы, понятно, укажем error page, номер ошибки и какую страницу определить, так он возвращает по умолчанию, да, return 403, например, да, теперь обратите внимание, опять же, перезапускаем, моя попытка обращения сюда будет сейчас к my site local, да, вот, да, нет, это, это кэш называется, браузера, к слову, control 5, очень быстро, не надо там типа писать, подождите, вот, соответственно, чтобы, опять же, не напрягаться, сейчас мы, я сейчас как раз с помощью вот таких ретюрнов несколько покажу, несколько шаблонов, да, или как бы правил, правил вот этой на что надо обратить внимание, собственно, это такое главное отличие на самом деле от апафии, например, смотрите, вот у меня два, возвращаю это, и вот, возвращаю вот, возвращаю вот это, посмотрите, у меня два блока location, два блока location, однако, между ними есть небольшая разница, да, видели, здесь стоит вот такое вот равно, символ, а здесь его нет, что это означает, символ равно, символ равно, означает жесткое, точное совпадение с тем путем, которое сюда приходит, то есть, грубо говоря, вот этот блок, вот этот блок, этот location сработает точно, когда у нас будет слэш один, то есть, это будет именно mysite.local и все, если после него будет что-то еще, да, какая-то, то это уже обработка будет передана вот на этот блок, вот этот блок, то есть, это точное совпадение, а это неточное совпадение, скажем так, да, все что угодно, ну, технически, как бы сказать, как звездочка, да, стоит, ну, в путях, когда мы ищем что-то, да, что-то звездочка, например, то-то, например, вот, а, однако, 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 я могу указать, например, предположим, вот представьте себе, я указываю вот так, что-то, например, так, софт, давайте здесь какой-нибудь отдадим, давайте сделаем так, здесь отдадим 400 статус, а здесь отдадим 410 статус, для крутотей, 402 статус, все такое, ну-ка, 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 вот, вот, сейчас был на курсе у меня, да нет, какой, почему сервер недоступен, когда это, все серверные, это 500, а? на статус 244, поэтому, они гадают, не гадают, не гадают, не гадают, не гадают, 4102, требуется оплата, payment required, в прошлом веке еще его придумали, он идет, а его никто не использует, не знает, все кричат, что им не хватает заголовков, давайте придумывать, его придумали в прошлом веке, да, с пометкой, зарезервировали, будущее наступило, его никто не пользовался, хотя вот оно, да, 402, а 410, что у нас? Ну, ну, GAN, GAN, нету файла, файла нету, как 404, только правильнее, чем отличает, чем, в чем отличие 404, 410, семантическая, то есть, в чем из них разница, для чего их придумали разные? Ну-ка, раз, два, три, может быть, там временно домой постоят? Нет, нет, он мне там издалека сказали, GAN, хорошо, разница, разница, в следующем, 404 статус, он говорит так, ни страницы не найдены, на самом деле, как некоторые пишут, во-первых, объект не найден, для начала, да, потому что, не обязательно, может быть, страницы, а во-вторых, он говорит просто, по этому адресу ничего нет, но никто не говорит, что там что-то было, да, то есть, вполне возможно, вы просто набрали неправильный адрес, просто, вы набрали адрес, по этому адресу ничего нет, а может быть, там и не было, да, поэтому вполне возможно, вы ошиблись, понимаете, GAN 410, он явно говорит, что там что-то было, но теперь этого нет, то есть, вы не ошиблись в адресе, все в порядке, там это было, но сплыло, и следов не оставило, поэтому удаляйте, да, из своих закладок, это адрес, это тоже очень редко использование, конечно, потому что, все 404 лет, правильно, она, вот, зачем людям, мозги-то пудрят, ну вот, так вот, идея, мы продолжаем про, как бы шаблоны, да, куда он пойдет, смотрите, какая штуковина, когда, когда, NGINX просматривает, получает запрос, да, путь, он получает, он просматривает, вот эти вот блоки location, в поисках, наиболее точного, наиболее точного, да, то есть, как мы сказали, например, вот это, вот в данный момент равно, в нашем случае слэш, он соответствует сугубо слэшу, если будет что-то, хотя бы после слэша, уже сюда не подходит, а дальше он идет что, если будет, например, слэш location, софт, бла-бла-бла, там, или софт, бла-бла-бла, что-то другое, тогда он пойдет сюда, если будет, вот, не будет слэш, софт, тогда он пойдет сюда, тогда он пойдет сюда, так, мало того, мало того, может быть, да, если будет, root-sites, и все, какой root-sites, почему, у вас первое, слэш, и там, сайт, my-sites, лодку, придобут, так, при чем тут, это физический путь, это где папка находится, это не путь, это не виртуальный путь, это физический путь, вот, далее, далее, следующий момент, смотрите, что мы еще можем, еще мы можем сделать здесь вот такую вещь, ставится такая тильда, со звездочкой, которая говорит, что здесь нужно учитывать регулярные выражения, например, например, да, в чем это, 405, я уже не спрашиваю, что такое 405, правда, да, о чем здесь речь, о чем здесь речь, здесь говорится так, да, что если, если, адрес запрос заканчивается на ping, точка, или jpeg, точка, или gif, точка, то надо, мы в нашем случае, мы отдаем, что, 405, да, однако, мы можем исключить из рассмотрения это дело, каким образом, вот таким, каретка, галка, на самом деле, у нее более умные идеи, например, вот так, вот, все, это, это регулярное выражение, так, а это нерегулярное выражение, такая хитрость, вот, значит, говорит, что, однако, если, если, адрес идет вот такой, вот такой, то из регулярного выражения надо исключить и не учитывать, то есть, если у нас запрос пойдет, слэш, труляля, траляля, что-то, пинг, то мы попадаем в 405, а если пойдет, слэш, имиджес, что-то, пинг, мы не попадем туда, хотя он заканчивается на пинг, потому что это имиджес и под рассмотр регулярными выражениями это дело не попадает, не попадает, понятно, вот, таким образом, да, таким образом, например, а сама тильда на что выражается? Ну, как тильда, регулярно, тильда звезд, нет самой тильды, есть тильда такая, есть звездочка, есть каретка тильда, значки такие, нет, значки такие, так, придумано, да, ну, вот, чтобы легче было разбирать, да, наверное, я так понимаю, ну, вот, все, если мы теперь сейчас это дело, как всегда, перезапустим, от релога, то мы, соответственно, посмотрим, что у нас сейчас будет, соответственно, это у нас, мы на 402 пришли, это мы пришли, софт, на 410, как я и обещал, на софт, да, это мы сейчас попытаемся сделать, например, что-то, что-то, там, какой-нибудь, пик, точка, пинг, пик, точка, пинг, это мы получили 405, как мы, да, 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 вот он, вот мы под пинг, видите, да, пинг, получили это дело, как бы мы там ни были, да, вот, например, видите, например, слэш, abc, ping, пинг, да, мы попадаем вот в этот блок, мы попадаем в этот блок, например, однако, если я первой папкой после слэша сделаю имэгээс, то мы туда не попали, мы попали вот в этот блок, потому что вот этот путь, да, он исключается из рассмотрения регулярными выработками, выражениями. Скажи, про 418 ошибки поддерживаются? Ошибки вообще все поддерживаются, что значит поддерживается веб-сервер, любой, любой веб-сервер, он имеет пачку заготовки, это же HTML файл. Можете написать какую угодно ошибку, он вернет файл. Другое дело, другое дело, что распознает ли сам веб-сервер какую-либо ошибку или нет, это, например, 410 статус, как бы, да, не люблю ошибки, слово, это статус вообще, а не ошибки, в чем здесь ошибка-то? Статус. 410, только человек может вернуть, правильно, да, он же сам не догадывается, что там было, не было, да, это я должен был сказать, когда обратятся сюда, то тогда верни 410, потому что там что-то было, я там это, вот, удалил, например, 404, понятно, он сам определяет, раз, а там этого нет, а 410 он сам не определен, например, понимаете, в чем дело, да, вот такие вот засады есть, да, например, кстати, хотя, тот же самый, тот же самый, Apache иногда неверно определяет статусы, то есть вместо нужного посылает, ну, тоже спорный вопрос, конечно, можно поспорить, почему, и так далее, да, такие вот нюансы, опять же, 402 статус, откуда он знает, что надо 402 посылать, правильно, да, у него есть такая заготовка, традиция есть, пожалуйста, напишите, он ее пришлет, вот, определит ли он сам, тут уже, опять же, опять же, надо, надо смотреть в, куда, надо смотреть в протокол, в описании, я имею в виду HTTP, о чем там речь, что там написано, так сказать, должен ли это сам сервер делать, или не должен, если он должен сам, тогда мы с него будем требовать, если нет, значит, требовать этого не будем, требовать этого нельзя, например, вот, вот, собственно говоря, вот в этом, ну, за исключением, еще раз говорю, за исключением, вот эти, синтаксических, конструкции, инструкции, то, что здесь, в конце, одиночных, настрочных, директив, простых, да, ставится, точка запятой, здесь, блоки, заключаются фигурные скобки, это, так сказать, синтаксические особенности, вот, главная, пожалуй, особенность, в отличие от Apache, да, которую нужно понять, такая идеология, это то, что именно вот осуществление этой, скажем так, маршрутилизации, то есть сейчас, видите, да, то есть все осуществляется до того, то есть сначала он получает запрос и сразу думает, куда пойти, а потом уже походит, да, туда, туда, нет, 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 здесь в Ingenix нет, а чт-акцесс, это, кстати, это ответ, все, естественно, любой нормальный человек, любой нормальный человек должен задать вопрос, если он такой белый, пушистый, легкий, быстрый и красивый, зачем люди используют Apache, потому что большинство людей до сих пор сидит на шарит хостингах, когда один хостер, а у него масса хостуевых, хостующихся, да, вот, а на шарит хостинге, понятно, главный конфигурационный файл один, им заведует администратор, Apache позволяет задавать, каждому отдельно пользователю, Васи, Петти, Феди, конфигурацию, конфигурировать свою папку, да, с помощью дополнения, как бы расширения главного конфигурационного файла, который называется ht, .htaccess, как бы, да, который до зачитывается к этому файлу, добавляя или перезаписывая, переопределяется, вот, и на этом деле все, собственно говоря, внешние сайты работают, CMS-ки работают, и все, что угодно возьми, там такой будет htaccess, сумасшедший, лежать, в котором все это дело, поэтому NGINX этого нет, NGINX нет, у него ровно один файл, понимаете, да, им управляет администратор, поэтому, ты не будешь сидеть каждый день, править за валь, за петь, за десятки, этот файл, поэтому NGINX не используется в качестве шарид хостинга, он используется как в качестве выделенного сервера, когда вот он я, вот я админ, собственно говоря, сервер, вот такого плана, вот, а поскольку шарид хостингов много, и под них там много чего написано, поэтому у нас до сих пор, как бы Apache, то есть Apache занимается своими делами, NGINX занимается своими делами, ну в частности, NGINX, как правило, делают две вещи, и он является как бы сервером отдачи статики, то есть, как правило, мордой, это даже у всех хостеров находится, да, мордой стоит, ну я имею ввиду, к кому мы обращаемся, к кому обращаемся, стоит NGINX, за ним стоит Apache, вот, соответственно, если идет запрос, например, к статическому файлу, который взял, отдал, там HTML, там все эти вот JPEG, GIF, картинки, да, то и обрабатывает сам NGINX, если этот ротчик, по HP там какой-нибудь, там пошел, крутится к базе данных, что-то там взял, обработал, он это передаправляет Apache, вот и все, все быстро отдает сам, это, например, Apache, вот, таким же образом, с таким же успехом, плюс еще, используется дополнительно, как, так сказать, балансировщик на груз, когда сзади него стоит не один Apache, а много, и, соответственно, он распределяет по ним, нагрузку, этот запрос тому отдал, этот запрос тому отдал, этот запрос тому отдал, конечно, да, у него есть, можно проксировать, там даже назначать, приоритеты там, или он сам будет их распределять, все зависит от того, как это все нужно, да, вот, то есть NGINX, он, так сказать, исполняет роли специфические, скажем так, специфические, вот, основная масса людей сидит до сих пор на Apache, там, что вообще NGINX за патч или NGINX-корс? Ну, если вы один, нафига вам патч? А вопрос в том, что на сколько, я просто слышал, что на приемной литературе, которые сейчас к патч, несколько глючнее, чем вот, который к патч, то есть модуль литературе NGINX, глючнее, ну, вы знаете, я не могу сказать, я не проводил тестов на глюки, понимаете, поэтому я не могу так сказать, да вот, кто-то сказал там, кто-то сказал всем, я NGINX, что я вас поймал, для Apache, там, у Apache, у Apache, нет, у Apache, можно использовать вообще, Moto Apache, как вот мы, например, кстати, на курсе используем, можно так, можно так, у него разные варианты, у этого только один вариант, у того разный вариант, можно, можно как CGI, условно говоря, подключать, а можно там, как можно, а можно так, вот и все, поэтому тут, опять же, если вы один, то все, он мне издалека подсказывает, говорит, Django отлично крутится на NGINX, ну, прекрасно, пусть крутится, тогда она не все нормально, то есть, оба чинься, если вы видите на север лучше? Абсолютно, если вы сами редактируете этот файл, то что вам парится, абсолютно, но опять же, тут ситуация какая, если у вас, если вы взяли какую-то CMS, понимаете, в чем дело, да, вы взяли CMS, а, да, 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 там опять же Apache, ну, что делать, там, WordPress какой-нибудь вот вам, приспичило поставить, ну, вы же его на NGINX не пинете, он-то под Apache затачит, там уже никуда не деться, понимаете, вот, вот такая вот у нас ситуация с нашим веб-сервером Apache, вкратце, как бы легкое ведение, но это основные моменты, на которые надо обратить внимание, ну, а более полная информация и о нем, и, естественно, о сервере Apache, еще более полный, вот, у нас дается на курсе веб-мастеринг, который здесь присутствующие уже прошли, уже все успешно забыли, так что можно приходить еще раз, да, вот, ну, а у нас, вот, здесь, на всякий случай, на всякий случай, да, обратите внимание, еще раз, NGINX.org, русский язык, в принципе, здесь много чего написано, а если что написано, надо все-таки попытаться, постараться, почитать, вот, все, собственно говоря, у меня на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok,